всем здарова ребятки меня зовут павел и рад приветствовать вас в новой серии выживания в меди вал дайности это у нас по моему уже девятая серия показ предыдущей серии шел из деревни собрал по пути ягод и соломы поднабрал в надежде что это устанет навык но нет почему-то нужно видимо больше собирать хочу перед сном кое-что попробовать мы в прошлой серии купили рецепт факела я хочу во первых включить интерфейс открыть сундук взять отсюда льняную ткань взять отсюда немножечко бревен выложить сюда солому 245 штук неплохо неплохо камушки мне надо взять наверное бревен там немного не надо мне нужно веток 150 я могу ходить пока могу нормально а камушков могу взять только не 59 мне нужно мне нужно где-то 12 поэтому я вот штучку 45 выкинул ой нет прям медленно медленно слишком я так долго буду идти очень не нравится это блин домик этот построил охотничьим не пользуюсь хочу попробовать где тут у меня был молоточек могу ли я строить пресс в производстве швейную лавку у и она такая миниатюрная она поместится у меня где-нибудь вот тут вот интересно дерево мешает да а сильно мешает блин похоже на то ладно выкидываем лишнее это у нас бревна берем с вами молоток он же топор если говорить правильно назначаем топор на цифру 2 и спиливаем срубаем это дерево клен он нам еще четыре даст лопату не взял лопата есть лопата не назначаем сразу лопату на цифру 3 добиваем клен 1 2 3 где-то еще одно 4 берем лопату срубаем клен берем молоток в руки на цифру 2 здание производства швейная лавка поворачиваем его как-нибудь вот так вот влазит а а так не влазит вот так ставим нормально и начинаем возводить это гениальнейшее строение сразу как проснулись идем смотреть вот я ночью тут достроил и забыл скинуть в компостную яму еще ягод я набрал 296 штук нормально то есть теории еще на 29 удобрений там по моему 10 единиц гнили 1 штучка удобрения получается и еще хотелось бы еды сделать каменный очаг разжечь создать рыба жареная а я могу ее на рыбное филе сделать как мне сделать из рыбы и щуки филе не понял ну ладно пока жарим щуку целиком посмотрим сколько она дает нас прибавки к пище открываем инвентарь смотрим жареная рыба плюс 8 пища ну такое хочу из навыков я забыл потратить сельское хозяйство короче плюс 5 опыта земледелия берем текс ну-ка нам по моему для того чтобы сделать льняную нить нам нужно было для этого стебель и на и по моему там тоже по 10 единиц ну-ка пойдем лянем кацкий станок портняжный стол и прялка ну на прялки наверное льняная или шерстяная нить блин я опять надо же всегда нажимать r прежде чем делать до 10 стебелей одна нить о 15 секунд это уже весомо да если бы я с быстрым крафтом не играл не знаю сколько бы у меня времени заняло это все какая анимация тут он так прям сидит что-то делает все крутится работает портняжный стол ох ничего себе в разном можно делать мешочек сумку бурдюк на скакуна мы можем делать седло тут и слитки ну а надо оловянный поглядите к и шерстяная нить и льняная ткань малый седельный подсумок обычный седельный подсумок или сидельный и сумка подсумок и сумка сумка видимо самое большое плюс 45 кг максимального веса это хорошо 4 килограмма она сама весит у нее 100 прочности плюс 45 кг неплохо из рюказаков и сумок мы можем что делать большую заплечную сумму она дает нам плюс 20 килограмм есть обычная на плюс 15 и малая на плюс 10 большой кисет у меня сейчас обычный кисет а тут вот есть большой плюс 10 он дает сколько дает моя сумка моя сумка по моему дает плюс 20 это она и есть а чё я большой кисет не взял а я толстолоб да я читал точно ладно понятно ткацкий станок что делает ткань из одной нити одна ткань нам пока что это не надо на прялке делается нить на ткасском станке ткань здесь все элементы одежды и сумки но я прошу прощения зазевался перчатки они в игре одни толстые кожаные обувь обуви прям ассортимент брюки рубахи простая льня или обычная накидки и сверху на рубахе капюшоны и головные уборы тоже интересно выбор есть и на лето и на зиму но понятно выбор в целом есть это безусловно хорошо есть ли у меня тут жареное мясо похлебка небо парочку с собой взять я планирую знаете что я тут по пути еще в какой-то котом очки 15 монет нашел взять лук сейчас 35 у него прочности маловато но тем не менее пойти пешочком сторону вот этой вот лестнице прям вот так вот напрямую возможно через денег у может там тоже счет полезное купить можно захвачу к я с собой заранее кирпу вдруг а сейчас же ограниченный вес мне либо охота либо ресурсы так мне нужно с собой взять только самое необходимое нож однозначно на охоту нужен из одежды вот это все и оставляем нужно парочку предметов пищи потому что здесь жареная рыба всего плюс 8 дает две-три похлебки с собой надо взять льняную нить и льняную ткань надо выложить вместе кстати с корзинкой и хотел это сделать вчера под вечер но мебель и декор освещение нужно ветка 1 льняная ткань 1 нить и 3 камушка текс ну-ка камушки вот здесь у меня лежат ветки 15 камень 8 нормально и идем вот сюда блин вот я не предусмотрительный я здесь поставил горшки эти невнятные а как мне теперь ставить факела а можно вот здесь вот аккуратненько вот так вот его разместить раз возле дома пускай будет свет обязательно где-нибудь вот тут чтобы он светил вот здесь один а я не сразу ставится хорошо вот здесь вот возле кузницы вы по ночам не работаете это я тут колобродничаю хожу и пускай будет здесь я надеюсь когда мы вечерком придем тут будет красотища и лишнее давайте выложим сразу не хочу с собой много таскать ресурсы ветка камень блин чё нить тоже сюда что ли скинуть нафиг она нам с собой нужна да ну да льняная нить ой не то бревно льняная нить не посмотрел сколько она стоит да и продавать ее не буду парочку троечку похлебки пожалуйста 1 2 3 4 и жареную рыбу забирайте нет не забирайте я сам ее съем я уже хочу кушать раз два три и попить можно вот хорошо что в колодце колодезный ворот ничего себе название помыться и в путь дорогу с луком наперевес хочу наконец-то посмотреть я вот видел кабанов лис енота он же барсук чё я еще видел кабан лиса енот барсук кролики видел оповещение что тут есть рыс и рыс не рис и рысей не видел олени видел и лосей вот они дают нам кожу эти ребята с мясом интересно каменная стрела ваншот не дает блин вам сейчас из-за этих ягод наверное все замылилась до каменная стрела ваншот не дает дает ли ваншот медная слука подождите к кладка управления добыча нет инструмента у ребят но карасимир пойдем исправим положение нехорошо у наших работников нету инструментов мы можем создать довольно быстро они израсходовали топоры мы по всего два им дали до медных топора по одному топору нехорошо над железные но мы пока что можем только каменные до каменные это ветка и камень камень есть ветка есть смастерить каменный топор 10 штук вполне себе хватит перекладываем теперь у вас есть инструмент а я пошел в лестницу деревню по пути охотясь на дичь жалко в игре не доступна больше одной метки я вот с дома снял мне было удобнее ориентироваться вот по этой сверху у вас сейчас смотрите вот эта синяя голубая меточка я ее раньше на месте вот этого лагеря ставил мне было очень удобно потому что она яркая и хорошо видно и точно ясно расстояние а когда вот там иконка то непонятно совершенно так олень я надеюсь до хатшот я тебе поставил но значение это никакого не имеет к сожалению не ваншот так уже два есть а самки а чё а у самки ваншот или может быть она просто ранена была до самки ваншот медной стрелой из обычного лука хорош россимир охотник конечно замечательный так смотрим это он каким ножом работает час железным три кожи нет я каменным ножом столько же собирал по моему круто что стрелы которые дают больше повреждений упрощают охоту вроде бы штука то довольно логично чем больше урон тем быстрее убиваешь дичь да но это оказывается сильно бустует вообще охоту в принципе гораздо быстрее вот я сейчас зашел получается и стадо выкосил и у меня сейчас по итогу посмотрим что будет у меня по итогу 18 кожи и 96 мяса еще и череп оленя из которого я могу декор сделать текс а если я зайду в управление у меня еды ой да у меня еды достаточно вполне себе чё скинем наверное по пути он и там еще кого-то увидел или мне показалось но так вот это наверное рысь да ладно беги и все равно с тобой не угонюсь вот кроликов россимир перегоняет кроликов россимир перегоняет чё кто ваншот кабану тоже ваншот кроликов россимир перегоняет пустая пустой пустая пустой блин мне сказали что в лагерях нормально так или это тоже рандом заспавнилась или не заспавнилась до ведро вижу вот еще есть классно и продумано так вроде как тут и мешки где-то да и импровизированные палатки веревочки везде натянуты так знаете что здесь дров не валяется странно хорошо интересно жалко пустые контейнеры конечно медных стрел 22 неправда у меня их 32 батильда я принес мясо на новые похлебки капуста капуста так чё я сюда мясо скидываю у места кончилось по 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 тогда место есть вот здесь четыре черепа оленя нифига себе процесс добычи кожи мне бы тоже хотелось оптимизировать и автоматизировать что самое главное но уже во вторую очередь я уже говорил об этом но хочу наталкиваться от того чтобы поселение для начала себя кормила чем-то обеспечивала дровами и так далее тому подобное а потом уже будем выходить в автоматизированную торговлю с которой я хочу чтобы торговля доход от торговли покрывал как минимум налоги на поселение а потом уже выводил бы нас в плюс это что за важные курицы такие вот тот особенно 2 улетел ничего страшного а это орлан белых пост ну ладно белых пост так белых пост под бизона бы найти бизонов еще не видел и волков вороны вот слева высветилась ворон я видел так это у нас лосиха а там лось ну-ка повернись ко мне добываем то что будет если еще с бизоном встречусь потому что я даже копьёж не сделал давайте попробуем голову поставить лосю так лось здоровый какой а реально просто машина и мне нужно тебе голову дать 1 2 я счастья догоню немножко блин кабан ты не в тему 3 уже попадания в лося так кабан лось вижу вдоль дороги пошел что там прихрамывает хорошо сделано мне нравится не симулятор охотника конечно но почему бы нет все он сам истек все-таки а если бы стрелы были еще и отравлены и можно было бы не беспокоиться да там перманентно на интересно наносится урон от яда или со временем лук то закончится пока я дойду до этой лестнице это рысь мне ведь не кажется серьезно от нее стрела отскочила ой 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 слушай отстань так быстро escape этап ну-ка блин я только факела взял серьезно так ну вот нож дает 40 повреждений на ведро дает винда ведром бы и оглушить да о нормально новый уровень охоты получил нож делает вещи а ну-ка два очка блин хорошо сразу режим проверки показывают животных навык следопыт берем и вот на пять процентов ой что тут с локализацией 5 на x процентов больше опыта ну тут не видимо имеется ввиду что 5 на 5 процентов больше опыта берем хорошо мех у нее тут все прям а что с ним мех же до 2 нормально ну-ка как теперь это работает арыс типа она оранжевая кровь тоже подсвечивается вон медную стрелу вижу свою кабан там так вот там у нас есть рысь вот это кабан открываем навыки охота смотрим шесть с половиной из 500 кабан повернись ко мне чтобы я дал тебе хэдшот короче да просто в тушку больше стрел нужно к сожалению но ничего страшного шесть с половиной у нас было а а сейчас у нас 22 и 7 то есть методом нехитрых вычислений получается что 16 и 2 нам дали за кабана и это агрессивное животное соответственно рысь ну тоже в причинное место судя по всему она на меня напала нет нет а вот это это я промазал вообще да за выносливостью надо следить кажется шугану рысь так проверяем нам за попадание дают очки нет да дают 30 30 очков соответственно на на но за рысь нам дали сколько навыки охота 34 4 очка значит за всех зверей по-разному дают это чё за деревню у нас дэнни к дэнни к дэнни к тут у нас есть человек который продает зерно швея и повар возле костра сидит кто эдгар и яра мира неплохо покажите мне свои товары молодой человек и зовут тебя до габерт что ты продаешь это все понятно это все понятно блин хочу шляпу дай мне шляпу шляпа брыль или плоская я брыль хочу вишня свекла это все не надо кормить а в какую цену блин 26 единиц за штучку а чё так дорого солома 0 3 за штуку слушайте при наличии большого количества денег солому можно и покупать потому что навык а навык выживания нужно качать чтобы строить постройки да все равно вручную придется собирать пом 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 что мне тебе нужно семя капусты у меня же остались там семена капусты в каком-то количестве так удобрение шесть с половиной штукатурка строительный материал а помню рожь зерно навоз 2 и 6 мука 6 и 5 но навоза меньше удобрение проще куп покупать сразу зерно пшеницы льняное семя маковое семя понятно в общем спасибо большое догоберт рад был с тобой пообщаться это очень полезно ох ну-ка козленок самец 1300 с козы молоко да за самка 2 600 самец 2 600 2 600 понятно чё еще у вас тут да больше судя по всему ничего только повар да есть кинга о хорошее имя я в такой себе в деревне хотел кинга хотя готовая пища да и ничего интересного можно только ягоды скупать и потом делать из них гниль компостной яме чтобы сделать из нее удобрением покушаем тут по пути есть похлебка я могу еще попить нормально немножечко баланс восполнен широколистный подорожник раз два три 4 5 много пришлось есть ну ладно нашел какую-то лопату лагерь внизу вижу хорошо зелье выносливости 120 секунд на 50 процентов меньше выносливости берем монетки 216 штук превосходно и какой-то лагерь а когда у нас бандиты они вообще где где бандит то так средняя плетеная корзина отлично сушеное мясо и до берем брошенные запасы медные стрелы хорош брошенные запасы мех весь берем железный топор наконец то так большой лук превосходно теперь покупать не надо тут что-нибудь внутри имеется дрова дрова брать не буду кожу возьму каменный нож нож не буду брать а зачем нет каждая бородавка к чему-то прибавка сейчас продадим его стрелы еще есть железная раз два три 4 может еще чего-нибудь интересненькое вокруг это пень видимо сидушка была хорош очень понравилось и лук есть и стрелы и пополнились я просто думал что сейчас когда дойдем до этой лестнице я там до куплю лук у меня видите почти уже закончился кстати надо бы чё там ходила лиса показалось нет не показалось вон она там туда пошла лиса лиса это источник меха ой пока лук не сломался давайте сравним 35 про повреждений 55 повреждений ну лиса извиняй а вы знаете здесь же тоже ровная местность по сути то хотя не настолько ровная как там потихонечку помаленечку добрел до лестницы у нас есть тут что кто витамир ты чё а ты да вот это лесничество вся эта история понятно спасибо до свидульки а вот это что квест гертруда а ты и продавец в том числе ты продаешь из инструментов элементарные кирки лопаты и из ремесла ты продаешь слитки соль и самое дорогое здесь бронзовый слиток а железных у тебя просто нет видимо да хорошо и чё глина стоит 03 глина стоит 03 03 блин это же гениально то глина стоит 03 почему потому что одна единичка глины это один глиняный флакон который мы продаем за 14 соответственно покупая кусочек глины за 03 я отдаю 23 23 монеты да но давайте округлим на 23 монеты я трачу на 77 кусков и из этих 77 кусков я делаю это же количество глиняных флаконов которые продаю по 14 и получаю 1078 а это в 40 короче больше чем в 40 раз чем мы тратим блин но вес 38 килограмм я столько не донесу но я буду иметь виду что здесь есть продавцы потратив 20 монет на которые можно тысячу монет сделать неплохо вполне себе оловянный слиток пум-пум оловянный слиток нужен ли он мне что-то из рецептов надо было да короче гертруда что тебе нужно помочь я обещал обещала шить штаны для местных жителей но у меня закончились материалы я вас конечно награжу хорошо я тебе помогу почему бы и нет новое задание старые тряпки открываем дневник старые тряпки что нужно доставить кожа 9 и лен 5 блин мать серьезно лен это мне нужно домой сходить чтобы тебе лен принести или в соседнюю деревню потому что у меня его нет с собой охотник чё продает здорово показывай чё ничего существенного короче давай до свидания у вас же кузнец здесь был я ради него шел сюда или чё я обознался блин я похоже обознался а вот этот восклицательный знак это может быть тоже а вот кузнец тео кео либо это т либо си кеобальт короче вот он кузнец так хорошо деника в денике есть же мужик который продавал семена и около того ну сходим туда обратно а потом посмотрим что нужно ха не я лучше схитрю я вот сейчас возьму смастерить где тут мебели декор костры блин палки надо постоянно забываю ветки ветки еще веток нужно больше веток 15 16 все есть мы сейчас с вами здесь прикурнем возле костра вот тут узнаем что нужное кузнецу который продает инструменты по квесту может быть тоже надо что-то докупить соседней деревне и сходим туда вот он идет теобальт здорово могу ли я тебе чем-нибудь помочь я слышал вы называете себя хорошим охотником но держу пари что я лучше вас так что скажете дружеское соревнование в охоте на дичь да без проблем давай чё вот это я понимаю у вас есть пять часов хорошо завершить диалог раз это задание на время заходим в дневник сразу его активируем охота на волка и кабана 23 монет 72 репутации у ру по 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 ну окей а где нам найти волка или кабана это подозреваю что надо вот сюда куда-то идти да возможно ну там прям мрачный густой лес такой по-любому туда куда-то так что-то кабанов никого подобного и волков не вижу но я вот нашел сундук опять тут железный слиток о исцеление и монет 118 нормально идем ищем дальше но мне уже нравится то что в игру принесли вот эти вот всякие рандомные моменты с чем-то раскиданным по карте а это рысь перетрохнул вот это тоже рысь интересным становится геймплей не тупое брождение она становится приятным что а вот и волк вот и волк а вот и лагерь так мне нужно натянуть тетиву сначала переключиться на вид от первого лица ох это была последняя стрела выпущена из обычного лука на которой он сломался и я сделал хэдшот и заборол этого страшного волка надеюсь он кусался бы не больно потому что у меня остался подорожник а кешу исцеление зелье подобрал 3 меха 12 мяса да вполне себе подожди я ж до лагеря то не дошел я его и не заметил здесь чё тут вот внутри там есть что нет нет брошенные запасы вишневое вино нормально монеток понемножку но такое тут достаточно вещей топор 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 топорик достаточно вещей на продажу это очень и очень хорошо что это добавили потому что это не только разнообразие но и в целом интересные находки супер мне нравится пошли искать волков и кабанов только вот 4 их тут не так много как я думал но если здесь есть один волк логично предположить что тут еще есть волки только мне бы еще как-нибудь так вон что-то красное ходит волк да мне бы еще как-нибудь так понять как вот лук большой стреляет там есть разница в целом или нет блин опять вблизи много зелени youtube сейчас картинку замыли так волчара ну-ка остановись натягиваем тетиву и хорош опять ваншот нормально вот это вот это охота так охота одну стрелу пустил и все бенч они как раньше сначала пару лет ходишь с этими дурацкими копьями блин так кровь это показано там красненькое пятнышко а все что-то вот дальше уже идти я не хочу я уже достаточно далеко отошел а может вот так вот обойдем по глубинке с той стороны дороги может на кабанов нарвемся нам еще 33 тушки нужно и неважно кабан или волк мне лучше остаться в долине теперь это мой дом смысле я типа ушел далеко что ли а мне вот в этом направлении надо идти я понял а чай дурак не пошел в сторону соседней деревне то 418 метров вот в сторону д неки мне же там как раз нужно закупить 5 единиц льна или украсть еще создается стойкое ощущение чтобы над текстурками воды поработали накать теперь приятная раньше просто вода и вода там и физики не было покупаем 5 единиц льна по моему столько мне по квесту нужно ну-ка дневник старые тряпки дали он 5 единиц задание стекает в этом сезоне я понял кабанов пути я так и не нашел но я шел вот так вот поверху сейчас справа обогнем этом где-то видел оленей и рядом с ними как мне кажется должны быть кабаны новое место обитания кролик ролики не надо надо кабаны на крайняк волки опа я на волка нашел я ваншотного хорошо и сразу тревожная музыка попала значит он один был здесь получается а мы вот этот лагерь увидели да по пути так вокруг вокруг что есть вокруг волки чё по одному здесь ходят это же нелогично совсем я думал волки стайные животные а хотя да если вспомнить произведение джека лондона белый клык то там у нас парень то в основном один любил находиться а где вообще никакого зайцы блин серьезно зайцы олень барсук вот это чё за курицы интересные такие опять орлан белохвост это ястреб ястреб да это мой первый ястреб красивые заразы и чё спи с ястреба с первого 24 пера 5 мяса нифига ся так где у нас ориентир вот мы да прям на лестницу идем где-нибудь вот тут вот левее пройдем в надежде либо на волка либо на кабана вот как на зло оленей куча муча вон лось лосиха орлан белохвост олень тут действительно так много спаунов что на каждый спаун оповещение они потом на карте отмечать судя по всему да наконец-то вот это мясистое нечто еще один всего лишь один где бы его найти где бы его найти включаем режим спектатор вон что-то красное вижу это она 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 иди сюда замечательно поговорить с теобальдом сеобальдом пошли я надеюсь что следующих патчах введут сюда терраформинг и возможность изменять рельеф потому что сейчас я гулял по лесу вот здесь вот кабанов искал целом карта нарисована ну а как карта составлена таким образом игровая что есть просто несколько в принципе более менее удачных мест в зависимости от того что ты хочешь на хочешь чуть поближе как бы к шахтам стройся там есть небольшие полянки да если хочешь место ровное то там в центре карты h2 больших вот и но задание завершено классно но было бы же замечательно если я вот хочу него не хочу вот допустим здесь здесь слишком ровно мало деревьев там допустим не интересно здесь тоже хотя здесь вдоль дороги неровности тоже имеются можете хочу где-то в горах до возле прям возле возле шахт тоже могу расчистить площадь под дом почему бы и нет надеюсь это добавит и мы же еще один квест принесли сюда называется старые тряпки мы должны гертруде принести кожу и лен гертруда ты где есть это ты да гертруда ну-ка расслабьтесь мне здесь все как и было обещано в супер мне еще и плоскую шляпу дали то есть я мог шляпу брыль не покупать а что лучше вот вот это да это плоская а вот это вот это брыль весит меньше и характеристики у нее такие же не ну брыль прям четко и натяная начинаем потихонечку одеваться уже да слушайте а из вас кто-нибудь вообще швейным делом нет да нет никто из вас швейным делом не занимается ну давай теобальд показывай свои товары я пришел знаешь зачем у тебя две подковы есть ничего тебе игрушечный меч я больше не поведусь на эту историю оловянный слит так кажется мне нужен оловянный слиток ребята только я вот не помню для чего где-то я его приметил не помню короче для какого-то декора а вот не могу вспомнить ладно короче теобальд инструменты мне подгони пожалуйста мне капец как нужна мотыга деньги раз позволяют пока что я возьму у тебя две штуки дальше я продам тебе свои четыре железных умный бронзовая лопата а я нашел и до топор у меня бронзовый хорош деревянную лопату забирай четыре железных стрелы забирай железный топор у меня еще есть неплохо может каменные стрелы то ему продать все и заменить свои просто на медные у меня 32 есть дай мне еще парочку и отлично медная стрела в количестве 20 штук нормально железный молоточек прикупим себе один и еще пожалуй одну мотыгу или две взял да давайте железный нож 1 возьмем все теобальд спасибо до свидания а у вас есть тут этот парень как его называют извозчик-перевозчик ну-ка говорить мне нужно поехать в хорницу да точно мне нужно поехать в хорницу давай погнали я там одежду куплю мадам каролина покажите мне свои чудесные товары бурдюк мешок это у меня все есть а вот он большой кисет ну на забирай короче мой кисет обратно мне давай большой ну-ка я сейчас ка я сразу его как он выглядит нормально уже такой кисетик да ты можешь мне помочь каролина забирает плоскую шляпу а мне дай знаешь чё есть просто брюки давайте по цене отсортируем что тут у нас есть стёганая безрукавка тип одежды понятно защита от жары минус 20 от холода она от холода я понял войлочная безрукавка от холода меховый капюшон вот длинный капюшон он тоже больше от холода штаны с завязками я короче беру одну пару брюк с отворотами у них тут плюс 5 защита от жары и еще плюс 10 от холода вполне себе хороший вариант берем мне нужна еще обувь я думаю это будут сапоги хотя тут что-то были вот какие-то башмачки и башмачки дворянские дворянские сапоги нет слишком большой минус от жары а башмаки о хорош берем одну пару штаны есть башмаки есть а что насчет накидки простая накидка льняную рубаху берем одну и вот тут вот капюшон еще есть возьмем короче капюшон до свидания и посмотрим как это все выглядит брюки с отворотами дворянские к башмаки льняная рубаха капюшон сюда ну и все получается я переоделся нифигасе это чё такое и блин это воистину нелепая фигня что это такое не но башмаки однозначно топ просто топ штаны еще более-менее вот рубаха с этим капюшоном конечно не от юдашкина совсем о гриб под березовик блин хорош россимир вообще красавчик ну это преображение нам на пользу пошло вот эту одежду россимира изначально я скину в домике в своем вот но это будет уже наверно в следующей серии стопудово ну-ка вот так вот мы сделаем о хорош теперь просто прекрасно это все сзади прямо нормально вот это шапочка хорошо идет капюшон сверху правда он какой-то перекошенный что тут как-то не ясно да а это он просто открыт это его внутренняя сторона но в целом неплохо первое наше преображение выглядим немножко нелепо но я бы не сказал что это плохо и уже тепло у нас теперь мы в температурный режим еще больше укладываемся тем более сейчас лето закончится температура снизится хорош россимир красавчик ну и на этом думаю серию сегодня закончим всем большое спасибо за просмотр увидимся в новых сериях подписывайтесь ставьте лайки оставляйте фидбэк в комментариях всем вкусного чая и добра